его приемной дочери. Многие гости так делают, привозя детям из дворца какое-нибудь лакомство, как бы царский подарок. Государь не знал этого обычая и успокоился. Но от особого популярности не только среди детей, но и взрослых пользовались конфеты придворной кондитерской, леденцы из настоящего фруктового или ягодного сока. Иногда конфеты в дворце не подавали, например, за завтраком в день крещения, 6 января. К этому завтраку, в Аля-Фушет, приглашались офицеры, участвовавшие в крещенской церемонии, и в числе их я получил приглашение, так как, будучи офицером генерального штаба, участвовал в расстановке войск при крещенской церемонии. Я знал, что дети ждут гостинцы, и поэтому, возвращаясь домой, покупал в кондитерской несколько подходящих конфет, вспоминал и понтин. Ну, воспоминания, меню и описание того, как устраивались те или иные праздничные, в XIX веке они уже становятся легендой. И Лев Николаевич, который был все-таки блестящим историком, памятник того, что был замечательным писателем, он очень тонко и чудесно стилизует вот эту идею бала, идею пира, а про бала в другом месте. Это торжественный обед, который москвичи устраивали после, ну, в 807 году в английском клубе для приема князя Макрутина. Простите, мне, но так вот не рассматриваю эти, это как что-то за скромное там. Нельзя в войти, молча. Да, нельзя в войти. Граф в халате ходил по заям, отдавая приказания клубному эконому, и знаменитому феортисту, старшему повару английского клуба, аспаржа, свежих огурцах, земляники, теленки и рыбе для обеда князя Багратиона. Граф со дня основания клуба был его членом старшиной. Ему было поручено от клуба устройство торжества для Багратиона, потому что редко кто умел так на широкую руку хлебосольно устроить пир, особенно потому, что редко кто умел и хотел приложить свои деньги, если они понадобятся на устройство пира. Повар и эконом клуба с веселыми лицами слушали приказание графа, потому что они знали, что ни прикол, как при нем, нельзя было лучше поживиться на обеде, который стоил нескольких весен. Так смотри же, гребешков, гребешков на тортюк положи, знаешь, холодных стало как с три, и крошил Пов. Граф задумался, нельзя меньше, три, майонез, раз, сказал, загибая палец. Так прикажите стерляди больших взять, спросил эконом. Что ж делать, возьми, коль не уступают. Да, бачка ты мой, я бы не забыл, ведь надо ищу в другую антре на стол. А, нацель моим схватился за голову, кто же мне цветы привезет? Митенька, а, Митенька, скачи ты, Митенька, подмосковную, обратился он к пошедшему на его зов управляющему. Скачи-ка, подмосковную, и вели ты сейчас нарядить больно Максим Писадовнику. Скажи, что все оранжереи сюда волок, укутывал бы войлоками, да чтоб мне двести горшков тут к пятнадцати были. Отдав еще и разные приказания, он вышел, был отдохнуть графинюшке, но вспомнил еще нужное, вернулся сам, вернул повара-эконома и опять стал приказывать. Дверяк послышал слегка мужская походка. При царе шпоры, красивый, румяный, с чернейшими усиками, видимо отдохнувшую и выхалившись на спокойном житье в Москве, пошел молодой граф. А, братец мой, голова кругом идет, сказал старик, как бы стыдясь, улыбаясь перед сыном, ну вот хоть бы ты поможет, а надо ведь еще песенников. Музыка у меня есть, да цыган, что ли, позвать. Ваши братья военные это любят. Право, папинка, я думаю, князь Багратион, когда готовился к шенградинскому снажению, меньше кропотал, чем вы теперь, сказал сын, улыбаясь. Старый граф притворился рассержным, да ты толпуй, да попробуй. И граф обратился к повару, который с умным и почтенным лицом наблюдательно и ласково поглядывал на отца и сына. Каков молодежь, да, и артист, сказал, что он смеется над нашим братом, стариками. Ну что ж, ваше сиятельство, им бы только покушать хорошо, а как бы все собрать, десервировать, это не их дело. Так закричал граф, весело схватив сына за обе руки, закричал. Так вот же что, попался ты мне. Возьмите сейчас саню партнер и ступай к Безухову и скажи, что графу Угалья Андреевич прислали просить у него земляники и ананасов свежих, больше ни у кого не достанешь. Самого-то нет, так ты зайди к княжнам скажи, а оттуда вот что, поезжай на разгуляй, и падка кучер знает, найди ты там Илюшку цыгана. Вот тот, что у графа Орлова тогда писал, помнишь, брелок-то закинет, так тащи ты его сюда ко мне. И с цыганками его сюда тащить, спросил Николай смеяться. Ну-ну, тут время послышались неслышные шаги с деловым, озабоченным вместе христианским и коротким видом, никогда не покидавшей ее, вошла в комнату Анна Михайловна. Ну и так далее. Короче, описание здесь уже стилизовано. Это уже воспоминание о том, что прошло. Это легенда московской жизни, хлебосольной и удивительно, на колоритной, и приготовление к праздницу всегда так же сладостное, так же прекрасное. Это знают все, кто репетирует, кто готовит как-то праздник, но когда сам праздник освещает то, что связано с приготовлением. Ну и вот, если вы не утомились, то я еще попрошу свидетельствовать, Ваня Таланченко. На другой день, 3 марта, во втором часу пополудни, 250 человек, членов ангельского клуба и 50 человек гостей, ожидали к обеду дорогого гостя и героя австралийского похода, князь Багратионос. В первое время, по получению известия об австралийском сражении, Москва пришла в недоумение. В то время русские так привыкли к победам, что, получив известие о поражении, они просто не верили. Другие изыскали объяснение такому странному событию в каких-то необыкновенных причинах. В ангельском клубе, где собиралось все, что было знатного, имеющего верные сведения и вес, в декабре месяца, когда стали приходить известия, ничего не говорили про войну и про последнее сражение, как будто все сговорились молчать о нем. Люди, дававшие направление разговорам, как-то граф Ростопчин, князь Вернадьевич Доргорухи, Валуев, граф Марков, князь Вязевский, не показывались в клубе, а собирались по домам в своих интимных кружках, и москвичи, говорившие с чужих голосов, которым принадлежал Илья Андреевич Ростоп, оставались на короткое время без определенных обсуждений о деле войны и без руководителей. Москвичи чувствовали, что что-то нехорошо, и что обсуждать эти дурные вещи трудно, и потому лучше молчать. И через некоторое время, как присяжные выходят из совещательной комнаты, появились и кузы, давшие мнение в клубе, и все заговорило ясно и определенно. Были найдены причины тому неимоверному, неслыханному, невозможному событию, что русские были побиты, и все стало ясно, и во всех узлах Москвы заговорили одно и то же. Причины эти были измена австрийцев, дубное продовольствие войска, измена поляков Шевышевского и француза Лонжерона, неспособности Кутузова, и потихоньку говорили, мол, на Синеку из государя, верившего дурным и ничтожным людям. Но войска, русские войска говорили все, были необыкновенные, делали чудеса храбрости. Солдаты, офицеры, генералы были герои, но героем из героев был князь Багратион, прославившийся своим шанграбинским делом и отступлением от Аустерлица, где он один повел свою колонну, нерасстроенную, и целый день отбивал вдвое сильнейшего неприятеля. Потому что Багратион выбран был теперь героем Москве, соответствовало и то, что он не имел связи в Москве, и был чужим. В лице его отдавалась должная честь боевому, простому, без связи и интригу русскому солдату, еще связанному воспоминаниями итальянского похода с имени Сувором. Кроме того, в воздаянии ему таких почестей лучше всего показывалось нерасположение и неодавление Кутузова. Если бы не было Багратиона, надо было бы изобрести его, сказал шутник Шиншин, породил ее слова Бальтера. Про Кутузова никто не говорил, и некоторые шокотом бронили его, называя придворной вертушкой и старым сатиром. Во всей Москве повторялись слова князь Долгорухова Я, для, я, я, для пеша. Утешавшегося в нашем поражении воспоминание грежных побед не повторяли слова Раскорчена про то, что французских солдат надо возбуждать сражением и скопардными фразами, что с немцами надо логически рассуждать, убеждая их, что опаснее бежать, чем идти вперед, но что русский солдат надо только удерживать и просить потише. Со всех сторон слышны были новые и новые рассказы об отдельных примерах мужества окасанных нашими солдатами и офицерами при остров лицах. Тот спас знамя, тот убил пять французов, тот один заряжал пять кружек. Говорили про Бергера, кто его не знал, что он раненый правой. Взял шпагу левого, спахал вперед. Про Болконского ничего не говорили, и только близко знавшие его жалели, что он раненый, родной беременную жену, у человека, отца. Читать дальше само описание приема или достаточно? Я думаю, что если после этого кто-то заглянет в текст Толстого, то вы получите большое. И как всегда, Толстой, это уже другое совсем время.